Более подробно эту тему обсудим с Евгением Диким. Это экс-командир взвода батальона Айдар. Евгений, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Евгений, не могу не оттолкнуться от сегодняшней новости. Официально президент Зеленский озвучил и подтвердил F-16, наличие их в Украине. И тут возникает вопрос. F-16 самолеты довольно-таки с мощными радарами, способные видеть далеко за территорией Украины, за границей Украины. Но имеет ли Украина сейчас разрешение наносить теленные удары ракетами, которыми вооружены F-16, на территорию российских аэродромов, на территорию тех военных объектов, на территорию Российской Федерации? Откуда существует опасность для городов, близлежащих к границе с Российской Федерацией? Начнем с того, что F-16 нам, в принципе, нужны не для этого. Я не думаю, что мы планируем, по крайней мере, в ближайшее время, пока их у нас очень мало. Я не думаю, что мы будем использовать их в качестве бомберов. У нас прошла успешная интеграция ракет Storm Shadow или французской версии Scalp точно так же. Интеграция под старые советские бомбардировщики Су-24. Они, к счастью, у нас еще работают на крыле. То есть, с чего запускать именно крылатые ракеты, у нас и без F-16 есть. Нету, к сожалению, того, о чем вы спрашиваете. Нету разрешения от западных союзников. Ничего в этом плане не менялось. Позиция Байдена остается такой же ошибочной. Именно глубоко стратегически неправильной, какой она и была. И уже до конца его президентства крайне маловероятно, что эта позиция изменится. Не знаю, что уж для этого должно произойти. Вот что еще русские должны сделать, если даже удар по Ахмадету, к сожалению, Байдена не убедил. Ну, поэтому вопрос о том, как далеко работают радары F-16, это не про удары по русским аэродромам. Это совершенно про другое, но не менее для нас важное. Это про то, на каком расстоянии F-16 смогут видеть русские бомбардировщики Су, которые вылетают бомбить нас планирующими авиабомбами. Вот в этом плане даже появление на фронте одной эскадрильи F-16 уже может стать очень серьезным фактором. Дело в том, что в комплекте к F-16 идут ракеты воздух-воздух. Вот в том, есть несколько, скажем, модификаций, но в том числе есть и модификация Амраам. Вот ракеты Амраам, даже если их дадут в самой старой версии, это все-таки 105 километров. Если их дадут в самой новой версии, то это 160 километров. Даже берем худший вариант, что дали только 100-километровые. Это, как обычно, это более вероятно. Так сказать, союзники не спешат делиться, так сказать, с последними новинками. Но пусть даже так. Главное то, что, ну в чем сейчас, так сказать, суперсила россиян в небе? В том, что они могут бомбить нас планирующими бомбами с расстояния примерно 50-70 километров за линией фронта. То есть они отлично знают, что наше фронтовое ПВО работает максимум в радиусе 40 километров. Соответственно, с расстояния 50, тем более 70, они бомбят безнаказанно. И вот как сейчас проходит день русского военного летчика. Вот, встал, выпил кофе, покурил, поматюкался, сел в самолет, слетал как на работу, отработал, отбомбился и абсолютно безопасно вернулся назад вечером пить водку. Вот, а вот с появлением в небе F-16 с ракетами Амраам, каждый их вылет реально станет боевым. Да, было бы наивно думать, что первые шесть F-16 возьмут и собьют 300 русских Су-24. Ну, к сожалению, мы и в сказке живем, так не бывает. Но как только собьют даже первых три, это очень многое поменяет. То есть для них теперь каждый вылет станет, вот сейчас они летают на работу, поработать. А теперь для них каждый вылет станет вот ровно 50 на 50. А вернешься ты или не вернешься? Вот встретишь ты, вот именно конкретно ты, там, полковник Иванов, вот попадется тебе сегодня один из этих всего лишь шести F-16 или не попадется? Вот, и если попадется, то как бы вариантов особо нет. Мы видели применение F-16 турецкой авиации против российских самолетов. Но там технологическая разница настолько существенная, что вопрос только в том, чтобы цель была обнаружена. То есть если она уже обнаружена, дальше вариантов нет. И русские это знают. Поэтому как только над фронтом появится даже первая эскадрилья F-16, это очень отразится на том, как они будут применять вот эту свою суперсилу, эти свои планирующие бомбы. Им придется тогда гораздо осторожнее летать. Им придется 10 раз думать, какая цель стоит того, чтобы рисковать самолетом и экипажем, а какая не стоит, ну и так далее. То есть это вот то, что нам реально дадут F-16. В плане же ударов по России они нам пока не дают ничего, потому что там ограничения не технические, а политические. Понятно, ну и буквально тут уточнение, если я не ошибаюсь, пока что 10 F-16 предоставляется. К концу года будет больше, не будем уточнять, насколько. Но еще важно понимать, многие эксперты, авиаспекты говорили, что F-16 очень удачная история. Это летающий радар от Швеции. Там тоже их несколько штук. Два. Там планируется два летающие радары СААП. И вот насколько они есть уже? Это очень мощная вещь. Вот они уже есть, да? Нет, их еще нет. Будут вместе работать? Они на очереди, они прилетят, скорее всего, осенью этого года. Но сам факт, даже политическое решение, что их нам дают, это уже очень важно. Дело в том, что вот такие летающие радары, у них есть три функции. Функция первая чисто оборонная. Это вовремя предупреждать нас, что где запущено, что на нас летит. Ну и ни для кого не секрет, что эта функция с самого начала большой войны осуществляется нашими союзниками. В небе Польши и в небе Румынии постоянно дежурят четыре вот таких летающих радара стран НАТО. В основном американские и британские. Но там по очереди там ротация. Вот. И они видят всю нашу территорию и довольно большой кусок территории России. Примерно половину европейской части России им видно на радарах. И именно поэтому мы с вами можем просто взять смартфон и в телеграм-канале прочитать, что вот там что-то взлетело с Оленьей. Вот столько-то ракет запущено над Каспием. Столько-то шахедов заходят в такое-то направление. Это же на самом деле, ну это та информация, которую мы получаем от союзников. В режиме вот именно онлайн. Они не перелетают нашу границу, они не заходят в наше воздушное пространство. Чтобы это нельзя было назвать прямым участием в войне, но ни для кого не секрет, что они несут боевое дежурство в наших с вами интересах и предупреждают нас обо всем, что к нам летит. Соответственно, если нам дают именно самим в руки два таких самолета, это значит нужно выполнять две другие функции. Уже не оборонные, а именно военные атакующие. Первая функция это руководить именно групповыми действиями ударных самолетов. То есть тем, что это по сути летающий штаб, который координирует действия иногда даже до нескольких десятков самолетов типа F-16. Вот это первая функция, а вторая функция это координировать уже наши дальние удары, в том числе и в глубину территории России. То есть как минимум Швеция, которая дает нам эти самолеты, фактически самим этим решением четко показала, что как минимум скандинавы точно не против, чтобы мы воевали по-настоящему, в том числе на территории России. Ну, Белый дом пока против, поэтому это вопрос перспективы, но само появление у нас такого инструмента, оно очень много значит. Ну и как вы правильно отметили, чтобы неповадно было, и 10 раз подумали, чтобы не соваться. Но вернемся к Морозовску, да, все-таки авиабомбы для нас это просто боли из всех болей. И вот там зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где, конечно же, хранились и управляемые авиабомбы. Есть ли сейчас понимание, ну, со спутников обыватель, конечно, ничего не поймет, но вы, возможно, видели. Ты есть понимание, что там, какой процент этих авиабомб уничтожено, насколько легче, возможно, станет на фронте? Нет, ну, тех, которые были конкретно на этом аэродроме, 100%. То есть там вопросов нет. Там детонировало так, что там ничто не могло остаться. То есть на этом складе, нет, на складе ничего не осталось. Там, скорее, стоит интересный вопрос, кроме самого склада, что еще там понакрывалось в результате этой детонации. Скорее всего, там уничтожена и часть авиатехники, и полностью уничтожена, в общем-то, вся диспетчерская инфраструктура. То есть, ну, аэродром, по сути, отминусован. Что касается самих авиабомб, тут очень приятно то, что они накрылись именно на складе на аэродроме. Дело в том, что там они были уже переделаны. Дело в том, что, к сожалению, у России громадный запас старых советских авиабомб. Он просто, ну, скажем так, в короткой временной перспективе он не исчерпает. А лимитирует их то, сколько этих бомб они успевают за месяц переделать именно под планирующую управляемую версию. Потому что старая советская бомба, она падает в паре километров от самолета. То есть, чтобы ими бомбить, надо залетать в зону действия ПВО. Они этого не делают с самого начала 22-го года. Вот они в начале 22-го попробовали, потеряли довольно много самолетов и больше не летали, аж пока не научились делать вот эту планирующую версию. А вот на аэродроме бомбы уже явно переделаны. То есть, туда не привозят сырье. Туда привозят готовое к применению изделие. То есть, уже из головкой наведения, из крыльями. И то, что уничтожили какой-то запас именно этих бомб, ну, это однозначно приятно. Увы, аэродром у них не один. То есть, нельзя считать, что сейчас будет какая-то большая длинная пауза в бомбежках, увы. Но в любом случае, в то же время у них таких аэродромов тоже и не сотни, и даже не десятки. То есть, выведение из строя каждого одного, это все-таки какой-то фактор. И, Евгений, еще важный момент. В целом, украинской разведке известны все военные объекты на территории Российской Федерации. И тут меня очень беспокоит вопрос безопасности города Харьков. Потому что он практически ежедневно под обстрелом. Суть проблемы в этих мобильных установках, которые приезжают, выпускают ракету баллистическую и уезжают. Какой рецепт от... Я даже не знаю, как культурно выразиться. Какой рецепт и как обезопасить город Харьков от таких мобильных установок? Насколько можно быстро реагировать, их находить и уничтожать? Ну, к сожалению, для того, чтобы очень быстро реагировать, нужны свои баллистические ракеты. То есть, нужно делать вот такой же, скажем так называемый, разведывательно-ударный контур, как тот, каким, к сожалению, русским... Помните эту неприятную историю этого лета, когда после очень успешных гастролей нашего Патриота на фронте, все-таки в какой-то момент они выпасли, где он находится, и две пусковых смогли с Кандерами уничтожить. То есть, как это работает? Должны практически все время в небе висеть беспилотники, которые сканируют, как бы, как сказать, где появится нужный объект. Но главное, что с момента, как беспилотник его засек, должны пройти буквально считанные минуты, за которые пойдет команда на пусковую и полетит ракета. У нас пока такой возможности еще нет. У нас нет просто пока таких ракетных установок. Точнее, у нас есть татакамсы, но ими запрещено бить по территории России. Ими запрещено бить за поребрик. А своих собственных таких ракет, своих аналогов атакамса мы еще не сделали. Хотя, я думаю, ну, как бы ни для кого не секрет, что мы над этим работаем. То есть, русские уже даже несколько раз делали, скажем, фальстарт. Они уже якобы несколько раз сбивали наши ракеты из оперативно-тактического комплекса «Гром». Вот. Ну, на самом деле, оперативно-тактический комплекс «Гром» – это их завтрашний страх. То есть, он еще не доработан. Но то, что над ним работают, это как бы не является секретом. А где и кто работает, это уже не важно. Вот. То есть, когда у нас появятся свои вот такие… То есть, по сути, что такое наш «Гром»? Это наш ответ на «Искандер». Это вот, по сути, аналог «Искандера». Вот. Как только появится этот наш ракетный комплекс, то он в сочетании с дальними беспилотниками типа «Бароектар» вполне может быть вот таком, скажем, средством охоты за пусковыми «Искандер». Ну, а пока у нас этого нету, я думаю, что нам нужно вспомнить опыт государства Израиль. Когда-то Израиль был в похожем с нами положении. Когда Ирак долбил по Израилю предыдущие версии, которая была перед «Искандерами», это советскими ракетами «СКАД». Вот. А у Израиля не было на тот момент дальних средств поражения, чтобы их достать. И тогда этим занялся израильский спецназ. У них во время войны, известной как «Буря в пустыне», вот войны 91-го года, у них были специальные группы спецназа, которые именно выбрасывались очень далеко в пустыне, далеко очень от Израиля. Которые неделями именно тайно, скрыто передвигались там вот по чужой территории. И именно выпасали, охотились на пусковые эскадов и уничтожали их именно в ближнем бою, прямо там вот, ну, буквально в упор расстреливали с гранатомета. Вот. Я думаю, что пока для нас единственный доступный – это этот путь. То есть нам нужны именно группы спецназа, охотящиеся за «Искандерами». Ой, буквально… Ну, конечно, это страшно, это страшно рисковая миссия, потому что полностью на чужой территории. Ну, а средства обнаружения, прямо скажем, с 91-го года очень сильные. Буквально с Олегом перед вашим включением мы вспоминали «Бурю в пустыне», точнее неравносильная, да, задействована авиация там, в той операции, да, и сколько авиации могут нам предоставить наши западные партнеры. Но не об этом хотелось бы уточнить. Буквально у нас две минутки касательно вот систематической работы по временно оккупированному Крыму, там, значит, ЗРК «Триумф» уничтожен, ну и субмарина. Очередной. Да, очередной раз покушение на Ростов-на-Дону, который уже наконец-то отправился на дно. Вот эти систематические работы, как пополняется, в принципе, сколько там еще таких важных объектов остается, как они туда поступают, те же ЗРК, или их там просто много, и насколько сейчас, я думаю, вы уже слышали, Ростов-на-Дону-Мариуполь. Ростов, который теперь на дну, это просто приятно. Ну, это как минимум, но есть опасность. А вот что касается ЗРК, это очень важно. И тут еще, Евгений, очень важное уточнение. Сухопутная теперь с Ростова-на-Дону в Мариуполь также железная дорога заработала. Насколько она будет также пополняться и в Крыму? Вот я об этом, об этой логистике. Ну, не валите все в кучу. Дайте ответить на одно, и так времени не хватает. Итак, что касается ЗРК в Крыму. Это очень важная, на самом деле, история, которую немножко даже недооценивают. Дело в том, что, заметьте, вы очень давно не видели наших ударов по Крымскому мосту. А мы их регулярно анонсируем. Мы рассказываем, что вот-вот мы его уничтожим. Но это не потому, что что-то идет не так. Наоборот, все идет очень так. Нам сейчас не надо уничтожать Крымский мост. Всему свое время. А сейчас Крымский мост и вообще Крымские объекты нам нужны как приманка. Вот сейчас Крым работает такой громадной чернобаевкой для русского ПВО. Мы регулярно там уничтожаем целые зенитно-ракетные комплексы. Уже очень много уничтожили С-300. Уже не первый в этот раз С-400. Причем сейчас уничтожен полностью комплекс. Четыре пусковых плюс РЛС. То есть все. Но это комплекс именно в ноль уничтожен. Вот. И главное, что как только мы их уничтожаем, вот мы знаем одно, пройдет не больше двух недель, завезут новый. А дело в том, что ЗРК у России на самом деле считанные по пальцам. У них всего этих ЗРК было там где-то там по разным данным, то ли 90, то ли 100 в принципе в стране. И в общем-то у них ЗРК хватило прикрыть Москву белокаменную, вот, прикрыть линию фронта, очень плотно насытить, и остров Крым. Все. Они оголили всю глубину своей территории, что после чего наши, ну, достаточно на самом деле с точки зрения ПВО просто сбиваемые, вот наши дальние дроны спокойно летят и уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, спокойно прилетают на склады. И вы видели эти съемки с нефтеперерабатывающих заводов, когда вот жужжит дрон, летит, и слышно отчаянную стрелкотню. То есть они его пытаются сбивать из автоматов и пулеметов. То есть они его видят, он летит, а ЗРК просто нет. Мы видели, как они забирали последние ЗРК из Арктики, оставляли без прикрытия ядерные объекты на новой земле. Мы видели, как они еще в прошлом году забрали последние С-300 с Курильских островов. Это то, что невозможно себе представить в советские времена, то есть оголить Дальний Восток, открыть там небо. Вот, то есть у них на самом деле дефицит средств ПВО. Вот их еле хватает на Москву, Крым и фронт. И вот мы отработали прекрасную стратегию, вот уничтожать ЗРК в Крыму, зная, что они точно туда завезут. Крымский мост – это священный, сакральный объект. Севастополь – тоже. И вот вопреки военной логике, тут будет все время преобладать политическая логика, они все время будут завозить туда новые ЗРК, мы через пару недель будем опять их уничтожать. Это прекрасный для нас конвейер, который, по сути, обнуляет их ПВО, что сыграет окончательно свою роль в тот момент, когда, наконец-то, мы получим разрешение работать в небе России. Для нас очень важно, чтобы к этому моменту это небо совершенно уже нечем было прикрывать. И Крым для нас в этом плане, я же говорю, является такой вот идеальной чернобаевкой для русского ПВО. Спасибо вам огромное, Евгений. Всегда рады вам в эфире Freedom.